Контракты с Кучерганской Гресса, а также с «Газпромом» могут быть пересмотрены. Об этом заявила глава Министерства энергетики Виктор Парликов. По словам министра, Кишнев планирует добиться более выгодной закупочной цены на электроэнергию. Однако он добавил, что не исключает сценария, при котором на определенном этапе поставки газа от «Газпрома» прекратятся. Заявления прозвучали в эфире программы «Пункти Дерефлекции» на ВОЧе Басарабей. Мы предлагаем пересмотреть контракт с Кучерганской электростанцией, чтобы иметь лучшую цену и более длительный срок контракта. Чтобы иметь предсказуемость, создать предпосылки для снижения тарифов. Но тарифами занимается Наре. В переговорах с Тирасполем мы постараемся получить лучшую цену. Парликов отметил, что для пересмотра контракта с Молдавской Гресс нужно учитывать два фактора. На слишком низкую цену Тирасполь не согласится, потому что у левого берега не будет достаточных денег в бюджете и регион не сможет выжить. И второе. Приднестровье требует разрешения от Минэкологии для работы Рыбницкого металлургического завода. Министр энергетики допустил и пересмотр контракта с «Газпромом». Мы не исключаем сценария, что на определенном этапе поставки газа от «Газпрома» прекратятся. Сейчас весь газ, который доходит до левого берега Днестра, де-факто бесплатный. Преимущество всей этой ситуации в том, что у нас на правом берегу электричество по более выгодной цене, чем энергия из альтернативных источников. По словам Парликова, последствия расторжения контракта с «Газпромом» скажутся и на левом, и на правом берегах Днестра. Разорвать контракт возможно. Мы должны учитывать последствия расторжения контракта с «Газпромом». Будут последствия, которые скажутся на правом бережье. В Приднестровье живут 250 тысяч человек. Большинство из них – граждане Республики Молдова. Они не поедут ни в Москву, ни на Украину. О них нам тоже придется позаботиться. Договор с Кучерганской ГРЭС на поставку электроэнергии был подписан 3 декабря 2022 года. Согласно документу, «Энергоком» покупает 244 мегаватт с левобережья Днестра, что составляет 88% потребности в электроэнергии право берега. По цене – 73 доллара за 1 мегаватт.